Тарапара парапарапа Привет, дорогой друг, заходящий на видео, смотрящий меня давно или просто мимо проходящий человечек. С тобой твой друг Розе и это Lineage 2 Mobile. Поговорим сегодня об альтах. Я уверен, если ты играешь в эту игру, ты должен об этом знать. Много кто рассказывал, но я тебе тоже это расскажу. Сейчас я покажу, что такое альты. Если ты не знаешь, если мы выйдем в меню, где можно создавать персонажей. И вот мои все альты. Вот раз, два, три. У меня есть три альта. И как их можно использовать. Вот, к примеру, у меня есть Розе. Если ты только начал играть, это, я думаю, подойдет ребятам, которые уже играют хотя бы пару месяцев, я думаю. Вам это подойдет. То бишь, что можно сделать с этими альтами. Если вы начали недавно играть, там пару месяцев, там может даже полгода. И вы этим не пользовались, то я вам подскажу. Мы можем этими альтами закрыть коллекции. Каким образом? Мы должны найти 30% карту. Уже давно играю. У меня тут буквально все 40-е. Это такие, ну, они только с паков, короче, достаются в основном. Надо много паков открыть, чтобы их достать. Я уже не говорю за двойные карты с двойным пробуждением. Как бы на посох и арба. Вот видим. Глат и нож. С двойным пробуждением карты это... Там некоторые синие карты достаются только исключительно с паков. То вот эти они, ну, проценты достать очень, ну, скажем так, очень сложно. Вот у меня есть, к примеру, карта 30%. Если я создам пику на 40-ом уровне, когда я пройду квест, мне дадут вот эту карту. И она мне закроет коллекции. Как видим, защита в ПВЕ. Маг, точность. Тут уже, видим, нужна 40-ая карта. Тут видим, 40-ая карта мага нужна. Но в целом она закрывает раз коллекцию, два коллекцию, три коллекции. Что есть, очень круто. Изначально у вас есть две ячейки открытых. Но вы можете их открыть еще дополнительно, купив вот такую вот печать наследника за 400 алмазов. Я открою еще одну ячейку, создам оркопику, прокачаю до 40-го уровня. Это не сложно. Если у вас есть знакомые, к примеру. Если у вас есть Виталка, это примерно 10 минут времени. И у вас вот такая карта на 40-ом уровне, когда вы пройдете квест. И она вам закроет коллекции. Можно таким образом использовать альтов. Как еще можно использовать альтов? Это хрючить твинокланы. Вот такие вот сундучки. Покупать вот такие сундучки и хрючить этими альтами твинокланы. Если вы призываете этих боссов на клан-арене, кто знает, вот такие сундучки с основным посохом вы покупаете. И вот на такой клан-арене, если каждый, кто создает клан, может за миллион адены арендовать. В этом клан-холле будет вот такая вот арена. И вот на этой арене мы призываем боссов. Так, у меня вроде бы был один ключ, если я не ошибаюсь. Берем за ключик боссов. Призываем РБ, буря, очень вкусненько. Буря это круто. Переключаемся на лучника, потому что лучники, а не читеры. Убиваем РБ. И таким образом, когда вы убиваете РБ, вы получаете кубочки. Кубочки, шторки, вот такие вот кубочки. Эти кубочки можно передавать через склад. Это что есть хорошо. И тратить вот эту виталку, которая нужна для того, чтобы получать бонус опыта и адены. Важность вину. Это фарм. В простонародье назовем крючить кланы. Также альты. Если вы перелетаете на другой сервер, можно то же самое делать и на другом сервере. Создавать перс. Рассказывал в прошлых видео, что вы можете создать, к примеру, на другом сервере альта. На этом же аккаунте, где Розе. Потом я перелетаю Розе на другой сервер. И вы тем альтом скупаете магазин. Часы передаются через склад. Свитки передаются через склад. И также, если вы будете скупать тем альтом на другом сервере карты и души. Они суммируются. Они не задаваются, они суммируются. Это очень круто. Также альты нужны, чтобы проходить групповые подземелья. Если вы, к примеру, еще не скрафтили себе вот такой вот ключик. Если мы посмотрим, вот есть вот такая иконочка, которая нам говорит, что можно положить на склад этот ключик. И за этот ключик мы создаем вот таких альтенов. Зелененький и дракошка синенький. Я уже давно создал. И они закрывают тоже, как бы, коллекции. То же самое ордена славы, которые вы хрючите за твинокланы. Вы покупаете у клан торговца Агатиону. Свитки телепортации. Там много чего вы можете. Падают с них шторки, которые мы открываем. И с этих шторок выбрать свитки и поручения, которые там, вот на книгу умений. Чтобы фармить вот такой магический пергамент. Очень много всякого с твинами можно делать. Я даже, наверное, всего не перечислил. Если ты что-то знаешь, пиши в комментариях, потому что я мог что-то пропустить. Мне будет интересно, что можно еще делать с твинами. С тобой твой друг Розе. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok